working on talking часть 2 так и сейчас нужно опять сконцентрироваться на все это на всей этой ситуации и продолжить развивать тему переключения с русского языка на английский я познаю что было несколько причин как бы одна из причин заключалась в том что я осознал что изучение английского языка даст мне доступ более широкой аудитории на большой дистанции конечно же вот то есть опять же 10 лет вперед думать 20 лет вперед то есть на русском языке как бы смысла такого писать нет а на английском если вы вывести на тот же уровень то что то как я пишу на русском так тот момент как это мне думалось если я буду способен вывести на такой же уровень английский письмо это уже привлеку большую аудиторию потому что то что я смотрел тогда на английском языке в интернете например один из чуваков которого я смотрел лео лео сошелая студатор очень популярный чувак миллион подписчиков потом болтает о метафизике и то о чем он говорит вся эта физика то как он говорит то есть его уровень тот момент на английском для меня оказался чем-то запредельным плане что как бы не содержание а именно форма форма была такой что я восхищался и безмерно вот но при этом по содержанию сравнивая с тем как как бы о чем я писал и о чем я думал то что он говорил казалось мне полной чушьей то есть я думаю блин как бы да он понимает какие-то отдельные вещи очень хорошо то есть что касается идеалистической философии и солипсизма как бы он в нем разобрался очень хорошо и может не то что не то что говорить просто об этом может действительно как бы соблазни соблазнять привлекать людей не знаю вовлекать людей в эту философию без большого труда и как бы пользуется популярностью за счет этого вот но при этом я думал что если бы я сейчас начал говорить точно также например о философии и о своих занятиях на русском языке я бы вышел примерно за такой же срок то есть ему потребовалось этот момент у него не было миллиона него было наверно 600 около 600 тысяч подписчиков и он начал в двенадцатом году из двенадцатого по 17 за пять лет он набрал там эти полмиллиона при этом конечно же вкладывался в раскрутку то есть не просто записывать видео и выкладывать на youtube то есть всем прочим утратил много времени на раскрутку на форум там на общался с множеством людей то есть занимался там не знаю всякими семинарами семинары ездил и как бы я думал что если я займусь тем же самым на русском языке опять же вопрос о том что на русском языке это не так популярно то есть аудитория не так велика но все равно там 100 тысяч подписчиков я думаю можно было бы лет за пять то есть набрать нормальную аудиторию но при этом я тоже подумал что если переключусь на английский дайте такого уровня до которого дошел этот чувак лево за 10 лет с тем темпом работы с которым я работаю я думал не за 10 конечно мне казалось что я зайду до такого уровня за два за три но мои ожидания обманулись как бы за год я осознал что именно в разговорном английском требуется огромное количество времени чтобы выйти на хороший уровень даже при условии той работы которую я выполнял то есть мне казалось что просто за счет мышления за счет регулярных записи как бы и развитие всех навыков то есть письмо чтение просмотр лекции чтение разговор постоянный на камеру я буду двигаться намного быстрее а по факту оказалось что за первый год с 2017 2017 когда я осознал наверное в конце середине 18 я осознал что нет того движения нет того что мне то очень в지만 говорил на можно сделать по моим идеалов мир с 2017 летом я говорю о том что каждый год я могу изучать новый язык и в тот момент я уже думал на грязь теперь мы говорил на английском Word ery говорю о том что за год час я вот начал думать говорить за год я разовюсь до того что я буду знать английский совершенствами буду владеть ему совершенствовать следующий год я могу точно также переключиться на немецким выучить немецкий владеть совершенным не место там следующий год переключиться на китайский и в год примерно учить по одному языку это конечно было заблуждение поскольку теоретически все это возможно просто в этом нет никакой практической ценности за год я дохожу только до того уровня что я могу понимать все но при этом мой мой разговорный английский моё письмо и на таком низком уровне даже несмотря на то что в общем богатые содержание то есть я знаю всегда о чем писать у меня есть огромное количество тем которые могу развивать бесконечно за счет того что на русском языке продвинулся очень далеко вглубь то есть я знаю классических авторов я знаю различные направления философии психологии хорошо знаю физику я хорошо знаю математику вот это хорошо по хорошо я не имею ввиду в общих чертах геометрию историю науки религии вот и все равно при всем этом все равно при всем этом как бы при богатом содержании просто еще того что не хватает формы я за год каждый день и списываю по странице и читая там по несколько часов и смотря видео фактически занимается только с ним английского языка то есть я ничего не больше не занимаюсь я просил свои занятия социологии перестал ездить работать полностью сосредоточился на изучение английского все равно за год не дало результатов но при этом как бы это дало результат но не те которых я ожидал вот и что пришлось переосмысливать все но это я уже опять же забегаю вперед в общем в мае я взял управление этим клубом и на тот момент в клуб ходило пять человек регулярно даже меньше ну в среднем пять человек посещал клуб каждую неделю я только я взял управление все разбежались наверное никто не все перестали ходить я остался один и сам набирать как бы совершенно новых людей но и при этом тогда развивал такие идеи то что изучение английского это не изучение английского в смысле изучение грамматики или изучение изучение не знаю чего в основном за на была так и на грамматику и вообще атака на академический способ обучения когда изучаются правила изучаются какие-то слова запоминаются эти слова и потом не знаю используются в чем нигде нигде не используется то есть мой подход был очень критический я стал давить на то что мне нужно изучать ничего кроме языка и самого себя то есть задача в том чтобы изучать не язык а изучать свои действия и постепенно постепенно как бы записывать действия на иностранном языке постепенно набирать словарный запас и уметь думать о том что ты делаешь на английском языке то есть начало идет просто того что ты берешь в конце дня садишься записываешь основные действия сегодня я сделал кто-то сходил куда-то поговорил с кем-то обсудил кто-то кто-то не обязательно несколько достаточно даже одного предложения вначале то есть нужно себя поймать просто на крючок нужно научиться делать это хотя бы там одну минуту в день вот и на это можно потратить несколько месяцев по если потратить несколько месяцев вырабатывается привычка то есть хотя бы одну минуту главное просто помнить о том что это можно делать хотя бы одно предложение день записывать 100 постепенно развивается отсюда несколько предложений потом вся страница его за год за год на это можно выйти без большого труда если просто не нужно быть супер супер задетерминированным чтобы достичь этого любой обычный человек который имеет потребность в изучении иностранного языка При условии, что у него есть там желание, просто желание, да, это сделать, может на это выйти. Ну, это трудно говорить любой, не любой, ну, по крайней мере, большинство, большинство людей, которые... Как бы вы, здесь нет ничего сложного, если выполняете задачу с кем-то, например. То есть, когда, например, если взять любого человека, я ему скажу, тебе нужно сделать вот это. Вот, мне, по сути, нет необходимости вставаться в детали, то есть, я могу сказать, попробуй, сядь, напиши одно предложение. Любой может написать одно предложение, когда его попросить об этом. Вот, но то, что самостоятельно на это настроиться, как бы делать это без чьей-либо помощи, в том плане, что никто на тебя не давит, а ты сам должен это делать, это немножко сложнее. Но, тем не менее, как бы с одного предложения можно постепенно развиться. Вот, ну, это идея, то, что, как бы, самоизучение, то есть, начинается с поверхностных действий каких-то, то есть, все, что ты делаешь, ты просто записываешь в английском языке. Вот, там, одно предложение, два предложения. И потом постепенно учишься описывать все действия. Потом переходишь к каким-то описаниям или к действиям. То есть, начинаешь размышлять, зачем ты это делаешь, что ты делаешь и почему. Вот, как бы, он такой подход довольно радикальный, поскольку он совершенно отличается от академического подхода. То есть, здесь не нужна никакая зубрежка слов и нет совершенно никакой потребности в изучении грамматики и в правильном письме. То есть, вначале он даже ведет к определенному невежеству, ну, в том плане, что, используя английский язык на этом уровне, человек, как бы, выглядит несколько странно, поскольку, если начинать, опять же, изучать с нуля, грамматика будет ужасной. То есть, не будут никакие, как бы, сам себя ты понять сможешь. Но другие, вначале, как бы, на первый год, там, или два года, вряд ли смогут тебя понять. То есть, все, что ты будешь писать, как бы, будет на таком уровне то, что только для тебя самого. Но постепенно, как бы, это вовлекает тебя в язык. И потом уже, там, через какое-то время ты выходишь на такой уровень, где-то все, где кто угодно тебя может понять. То есть, вначале, как бы, это сложно, потому что нет коммуникации. Но при этом, поскольку ты этим занимаешься, постепенно из этого коммуникация развивается. То же самое, что если мы, например, берем ребенка, да. То есть, как бы, это способ изучения языка, как будто бы ты перерождаешься заново. То есть, ты выходишь на уровень ребенка, начинаешь бормотать всякую чушь, которая имеет значение только для тебя самого. Вот. Но постепенно, как бы, за счет того, что ты погружаешься в работу, ты просто начинаешь набирать все больше и больше словарный запас, все больше и больше, как бы, осмысляешь то, что ты говоришь. И там, через какое-то время, через год или через два, уже вырабатывается и грамматика, и вырабатывается и правильное понимание того, что ты слушаешь. Правильное понимание того, что ты читаешь. Ну, опять же, почему я называю радикально, потому что, например, ну, если мы ведем такой подход в какой-нибудь школе, предложим, там, учите детей вот таким вот образом, они просто не поймут. То есть, но, тем не менее, как бы, подход к этому работает в том плане, что, если его начать использовать, и, как бы, я его использовал и показывал это на своем примере, то он ведет к тому, что ты вовлекаешься в язык, и это для тебя становится, как бы, жизнью, становится, становится всем. То есть, разрешение языка перестает быть просто каким-то бялым, скучным занятием. Это становится всей жизнью, поскольку это интересно. Чем больше ты понимаешь, тем больше ты знаешь, тем лучше становится твоя жизнь в каком-то смысле. Ну, и плюс, как бы, дальше идет переключение на мышление, то есть, тоже, как бы, то, о чем я говорю сейчас, будет этот новый подход. Я его именно пытался, пытался внедрить, именно обсуждая с теми людьми, которые приходили ко мне на разговорный клуб, и которые почти не могли говорить, как бы. Почему я развел этот подход? Потому что люди, которые приходили тогда ко мне на разговорный клуб, они были в основном, Ну, у них, они не знали английский совершенно. То есть, это были люди, которые окончили школу, и все, или институт, но которые самостоятельно никогда изучением английского не занимались. Или занимались, но очень немного. То есть, когда мы начинали с ними говорить, как бы, говорить было, в принципе, не о чем. Они приходили все и молчали. Мне приходилось развивать эти теории, говорить, там, говорить о каких-то методах. Они слушали, и было это интересно. Вот. Ну, и, как бы, за счет этого я разошелся, и все больше и больше развивал эту теорию. Вот. Но при этом, как бы, я в это время уже настраивался именно на мышление. То есть, я говорил, что основная задача, как бы, в изучении языка, то есть, с теми, кто понимал, как бы, эти основы, то, что там, изучение сама у себя, а не изучение грамматики. Вот. Основная задача в изучении языка, она заключалась именно в мышлении. То есть, нужно переключить мышление. Потому что, переключив мышление, за очень короткий период, как бы, мышление само по себе приспособится. Вот. И можно выйти на очень хорошую уровень английского языка, на любого языка, в сущности. Просто за счет того, что ты начинаешь думать на нем, и перестаешь думать на своем первом языке. И это сложнее, намного сложнее. Но идея, как бы, идея, она очень красива. То есть, ты просто выключаешь русское мышление, и начинаешь думать на английском языке все время. Ну, и сначала это получается, соответственно, там, 2-3 минуты. Вот. Но задача в том, чтобы развивать постепенно это количество времени. То есть, вначале удается думать только, там, 3 минуты в день, или 5 минут в день. Поскольку нет еще никакого, даже это не думание, а просто повторение каких-то слов. И попытки сделать из них что-то осмысленное. В течение нескольких минут. Но постепенно, как бы, чем дальше заходит процесс, тем это становится интереснее. Постепенно возникает уже, когда уже начинается что-то осмысленное возникать. Как бы, уже... В моем случае я очень быстро стал. Ну, у меня была довольно большая база, то есть, для того, как начать заниматься английским. Ну, для того, как начать думать на английском, я уже занимался самостоятельно на протяжении нескольких лет. То есть, я начал где-то в 2012 году. И... В 2017 году у меня был уже большой опыт. То есть, я уже занимался переводами какое-то время. Перевел, наверное, несколько десятков видео с TED. Вот. Ну, только с TED, там, с разных, там, с крэш-курсов я что-то переводил, с TED я что-то переводил. Вот. Еще откуда-то переводы делал. Ну, и помимо этого занимался довольно интенсивно. Там, выучивал песни какие-то. Ну, не оригинальных никаких сочинений не читал еще на тот момент. Ну, нет, читал. Пытался прочитать книгу Стил Джобс. Начал читать ее осенью 2016-го. Ну, и к тому моменту дошел, наверное, до середины книги. Может быть, дальше. Да, это была первая книга. Ух, время уже заканчивается. Ну, вот, примерно так я буду писать видеокнигу на английском. То есть, задача не в том, чтобы... То есть, сейчас я сфокусировался на промежутке май 2017-го года. И я пытаюсь осмыслить, как бы, что происходило там. И каждый раз, когда я буду писать видеокнигу на английском, я примерно буду делать то же самое. То есть, окей, седьмой год, что там происходило, и там 20-30 рассуждений, попытка понять. Потом находится связь, иду дальше, развиваю мысль дальше. Постепенно из этого вырастает что-то стоящее. Ладно, здесь я закончу. Но сегодня я, пожалуй, еще сделаю одну видеозапись. Или две. Посмотрим.